Всех приветствую! Очень радостно видеть знакомые лица. Спасибо, что участвуете в наших онлайн-мероприятиях, вебинарах, прямых эфирах. Мы сейчас немножко подождем, пока у нас соберутся зрители. Кто с нами впервые? Меня зовут Виктория Еремеева, я руководитель школы пиццы. Сегодня мы с вами встречаемся в прямом эфире с нашим новым гостем, шефом пицциола из Италии. Его зовут Альфонсо Савиелло. Он живет и работает в небольшом городе в южной части Италии, в Салерно. И мы сейчас ждем, пока Альфонсо к нам присоединится. Расскажите, как у кого дела, какая погода у нас в Алтайском крае стала внезапно по-летнему, несколько дней назад. Было 37 градусов жары. Всех приветствую! Итак, кто с нами впервые? Меня зовут Виктория Еремеева, я руководитель школы пиццы. И мы начинаем с вами прямой эфир с городом Салерно, Италия. Пока Альфонсо у нас подключается, расскажу вам о нашем расписании. Мы проводим очные курсы в Москве. Приходите к нам учиться. Завтра у нас уже стартует наш основной курс Мастер Пицца Йолл. Он продлится в три полных дня. Там мы изучаем огромное количество видов теста для пиццы. Следующая дата Мастера Пицца Йолла будет 28 июня. Запись открыта. Записывайтесь, пожалуйста. 14-15 июня у нас пройдет курс. Цена курса Мастера Пицца Йолла 45 тысяч рублей с человека за три полных дня. Второй курс пройдет у нас 14-15 июня. Это курс классика. Там мы два дня изучаем классические виды теста. По стоимости он 24 тысячи рублей. Тоже открыта запись. На данный момент, а 2 июля, я вас приглашаю, всех неравнодушных к сыроделию, на наш уникальный мастер-класс по производству сыров, который также у нас пройдет в Москве. Мест осталось уже немного, поэтому успевайте бронировать места. Так, сейчас мы... Я вижу, что Альфонсо присоединился. Сейчас я его вышлю приглашение. Вот так. Отлично. Это должно сработать. Привет, ребята. Да, мы сегодня пытались присоединиться. Тестово делали звонок, и были проблемы у ребят с подключением, поэтому ждем пока подключение у нас наладится. Да, ребята. Привет, привет. Вы видите меня? not very well not very well I think it's just because of the internet connection but maybe something will be okay or maybe you will reconnect or something, do you see me well do you hear me? no, I see you well and I can hear you very well oh, that's great so, hello guys I'm happy to see you to hear you very well so, I will translate yes, I will lots of our followers are from Russia, so I will have to translate all our discussion into Russian and I suppose Alessia will translate Alphonse from Italian to English, right? yes, also for Italian followers yes, yes buongiorno tutti buongiorno tutti buona sera buongiorno all right buongiorno tutti все технологические моменты и обязательно будет вкусная начинка сегодня это моцарелла черри желтые филианчоусов что у нас еще цедра лимона и съедобные цветы сейчас у нас сезон я думаю, что Alphonse нам расскажет какими цветами можно украшать нашу пиццу чтобы она была более привлекательной и интересной для наших гостей с нами сегодня еще переводчик работает ее зовут Олеся и она будет помогать нам в переводе с итальянского на английский я просто briefly introduced you и все что вы делаете может Alphonse for starting вы расскажите о себе о том о том о том что вы работаете как пиццайоло и как долго вы работаете и где вы работаете и как это для вас как для вас или делать или или что это для вас для вас пицца я работаю в пиццерии в пиццерии украши по-каку о том что вы работаете как вы работаете как вы работаете я работаю в пиццерии Гранамаре в Салерно мы здесь два года до года века это это я работаю около 12 Я занимаюсь пиццариолом уже с этого года. И здесь он работает на Грана Мари, новая новая опция, два года назад. Это пиццерия в Салерно, наш город, в Кампании, в Италии. Что называется пиццерия? Грана Мари. Да, 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 Грана Мари. Прежде всего, я начинал этот проект по Грана Мари, я провела поселенные в мире, в Нью-Йорке, в Германии, в Полоне. Он занимался поселенные в том, что у всех в мире, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Америке, в Нью-Йорке. Он занимался поселенные в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. Итак, Альфонс работает сейчас в городе Салерно, в Грана Мари, в пиццерии. Они недавно открылись. Но он вообще занимается консалтингом по всему миру и консультировал и в Америке, и, в общем, консультирует пиццерии по всему миру. Я думаю, что можно к нему обращаться с любыми вопросами по производству пиццы. So, guys, what we are going to do today, as we announced, we are going to make a pizza conota. So, can Alfonso tell us a little bit about this style of pizza? What kind of style it is? Why it is named so? And what is the main characteristics of this style? Так, ребята, я задала вопрос, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать пиццу conota, а пусть Альфонс нам расскажет, чем она отличается от других видов пиццы. И я думаю, что это сделано. Ну, я могу сказать, что типо пицца это? Какие типы пиццы это? Не думаю, что это специфика нет. Окей. Итак, наша пицца è composta da un помодорино giallo, una pellута di помодорино giallo. Беллоти-гелло-томато-терри. Страчиада-ди-пуфала. Кампанья-бафало-сред. Алищи. Энчевиз, овощи и тара. Это сидит nearby, Салерно. Зеста-ди-лимоне. Семь-лимон зест. Фиори-етули. Семь-лимон зеста-ди-пуфала. Семь-лимон зеста-ди-пуфала. Семь-лимон зеста-ди-пуфала. Семь-лимон зеста-ди-пуфала. Семь-лимон зеста-ди-пуфала. Давайте поговорим сейчас о тесте. Немножко технологические вопросы зададим. Что это за тесто? Сколько процентов гидротации в нем? Потому что он говорит, что это контемпорир пицца. И у нее довольно высокий процент гидротации. Итак, о тесто. Какие цена основная характеристика в тесто? Какая цена гидрация в тесто? И какая рецепта пицца канота в тесто? Какие цена гидротации в тесто? Какое издание гидротации? Итак, гидрация в тесто-дете на 24 часа в час до 48 часов. Гидротация в тесто-дете на 69-70%. Гидрация в тесто-дете на 69-70%. И потом нужно оставить 24-48 часа до использования. Это ферментация холодная в холодильнике? Ферментация в холодильнике? Да, в холодильнике. После рецепта, мы так делаем. После приготовления, мы готовим 24-48 часа. Потом, 3 часа, мы производим блюдо. После приготовления, мы готовим в холодильнике. После приготовления, он идет в холодильнике, до 4 градусов. А потом, 24 часа. И потом, нужно выставить его в холодильнике, после трех часов. Хорошо, спасибо. Необходимо достать тесто из холодильника. So, and do you make this dough with using of mother dough or like biga or something else? Yeah, I've understood. Allora, di solito preferiamo fare impasti diretti, sempre, sempre impasti diretti. Poi, per esigenze, può capitare nell'utilizzo della biga. Però non una biga al 100%, ma una biga al 50%. Have you understood or have to translate? Because I see you. I think I understand. They usually use the diretti dough, but in some moments they use the bigger, but not always. Yeah, yeah, I understood. Итак, ребята, вот Марк у нас сделал в первом эфире наше тесто через использование biga, но Alfonsi говорит, что он использует прямой метод, то есть те ингредиенты он замешивает разом и делает тесто, и потом это тесто уже уходит на созревание в холодильник. Давайте спросим про рецептуру, может быть, он раскроет секрет. И, конечно же, про муку. So, Alessia, could you ask Alfonsi what kind of flour does he use? And maybe he could share the recipe of the dough with our followers. Yes, of course. Allora, se pui mostrare il ricevente dell'impasto. And the edible flour, do you want to know that I show you? Yeah. Also the edible flour. Yeah, what kind of flour do you usually use? This type of flour. The edible flour, correct? Yeah, 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 the name of the flour is because it's vice-a-versa in my telephone. What is the name of the flour? Yeah, it's really great, очень здорово выглядит. Я не увидела название муки, мы потом попросим их написать нам, наверное, муку название, потому что у меня зеркалилась она. So, Alessia, could you please name the name of the flour? Can you tell us, please, once again? Just a minute. Okay. I'll show you. I'll show you. Yes, yes, the name of the flour. Exactly. Ah, flour in the flour. Okay. Okay. Yes, I see. So, it's a strong flour, yes? What is the power of this flour, the, I don't know, 313 or 318? It's a strong flour, right? This is a 320 of W. 320. 320? Okay. Less sugar than the other ones. What, what? What, once again? Less sugar than the other flour. Aha. So, you use, aha, 322. See, yes, I understand. So, maybe Alfonso will share with our followers the recipe of the dough, of the tista canotta. So, how he make the dough. Come fai l'impasto? Come fai l'impasto? E sapere come fai l'impasto della pizza a carotto? Poi ci fai l'impasto, poi ci fai l'impasto. Ma, no, 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 cioè, devi fare un traducionato. E mi far vedere come fai l'impasto. Do you want to say we are making pizza now? Come fai l'impasto? Yes, we can, yes, we can start it right now. We can start. And, yeah, 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 we can start making pizza. And one more question. Will be there any sauce on this pizza or it will be without the sauce? No, only yellow velvet tomato cherries. So, let's make the dough. So, Alfonso, please show us. Did I show you like this? Yeah, 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 it's better. Yes. Okay. So, this dough was in refrigerator about 48 hours, right? Yeah, 48 hours. So, maybe there is something special technique of making... and a pizza with this dough. Cioè, una tecnica speciale per fare l'impasto, questa pizza per il queso canotto. No, assolutamente no. No, it's a simple dough. Sono... Okay, let's start it. Okay. Well, in general, the dough is very similar to the Neapolitanian. Now he will turn it over. This is how the pizza canotto has to be worked. Yeah. Well, he leaves very large pieces. Okay. Very, very elastic dough. Very smooth. Because it's very dry. Очень высокогидротированное тесто, поэтому оно очень... It's a very sweet tomato cherry sauce. Ah, hello tomato sauce. It's splashed or squeezed tomatoes. То есть, это какие-то протертые томаты, получается, желтые. Yeah, the yellow one. Yeah. Хорошо, когда у вас прекрасные продукты под рукой. Просто одно удовольствие смотреть, как готовят пиццу. Okay. Очень мягкое тесто. Очень, очень эластичное, видно. Yeah. Очень эластичное. Yeah. Yeah. This is the technique. The golden yellow tomato. So, you work on wood-fired ovens. The electric one. The temperature is 420. 420 градусов сейчас в печи, и они работают на дровяной печи. So, it's about 16 seconds. And the pizza is ready. And 90 seconds. It will be ready. Стандартно, как и Аняполь, 90 секунд в дровяной печи, и пицца будет готова. Ну, она просто фантастически поднялась. Это уже видно. Уже сейчас бортики потрясающе поднялись. The crust is really great. It's wonderful. Yeah. It's very canoto pizza. Yeah, yeah, yeah. Exactly. Это очень так, как должна выглядеть пицца-канота. Действительно. Ну, в дровяной печи... In wood-fired oven, it's always a pleasure to see how pizza is making. В дровяной печи всегда прекрасно наблюдать, как пицца готовится. Какой-то такой правильный способ приготовления всегда. Вау. Так, 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 так. So, the followers are writing... Молдо комплементи. This is a company's buffalo shreds. In our city is named Straschata. Like a... Okay. So, а, так, если это получается что-то похоже на строчителу, я бы сказала, чем моцареллу. Это строчителла, думаю. No, Straschata. Straschata. Yes. Anchoose. These are... It's anchoose, yes. Anchoose. Друзья, прокомментируйте, как вам пицца с анchoose, на ваш вкус. Насколько вам интересно видеть анchoose в пицце, насколько часто вы видите их в меню у нас в ресторанах. Я вот не столь часто вижу, честно говоря. А в Италии очень часто их используют. So, they are making a saltiness of the pizza, yes? Yes. Они не добавляют как раз вот соли. И лимони. Yeah. So, lemon zest? Yes. Yeah, lemon zest. Yeah, yeah, a little bit. Интересное сочетание, на самом деле. Скомидоры дадут кислинку, анchoose дадут солоноватость, и лимон даст еще вот ароматику, тоже кислинку. Ну, вот. These are black olives. Black olives. Black olives. Only for you, Russian olive. Только для наших зрителей добавили черные оливки. And the flowers. So, what kind of flowers it is? These are eatable flowers. So, it's like, okay, Mr. Fiori. For decoration, but they are eatable. Ну, вот, они декорируют съедобными цветами, как раз пицца так получается. Но на видео не виден вот этот оттенок, на фото у Альфонса в Инстаграме есть фотографии этой пиццы, близко. По-моему, мы тоже выкладывали в нашу ленту. Базилик и оливковое масло, конечно же, оливковое масло. Конечно. Как вы говорите? Вау! Спектакло! Like our followers are writing. Yes, yes, it's very beautiful. Альфонсо, I must go to Salerno right now, before it gets cold. We are waiting for you. As soon as everything will be okay with all this pandemic stuff. Ну, прекрасно, смотри. Can we cut it and see the crust? Давайте разрежем, потому что всегда в разрезе интересно посмотреть пиццу, бортик, как он получился. Потому что внешне, конечно, подача очень интересная, цветовая гамма очень аппетитная. И как раз вот сейчас в мире, в котором мы живем, в мире Инстаграм, для наших гостей это будет очень пицца, которую они захотят сфотографировать и выложить у себя в Инстаграме 100%. Вау! It's so soft. Да, очень мягкая. So, it's kind of like a neapolitan style. Yeah, yeah. So, it's like, Alessia, it's like a neapolitan style, but with a bigger crust, yes? A bigger, much more fluffy crust. It's a neapolitan style to bigger crust, as you can see. Yeah. Ну, то есть, да, это разновидность neapolitanской пиццы. Но с большим, более пышным бортиком, как мы это видим. Ну, я не знаю, ребята, прокомментируйте тоже в комментариях, напишите, насколько пышный борт, на ваш взгляд, в России будет, может быть популярен, настолько пышный борт. Насколько ваши гости будут понимать такую пиццу, потому что, ну, в России я мало где видела, чтобы делали пиццу Канота. So, let's cut it. We are searching for our scissors, because we can't find it. Да, они ищут ножницы, чтобы разрезать бортик, и это совершенно правильно, потому что и neapolitanскую пиццу, и пиццу Канота бортики лучше разрезать ножницами, чтобы... Потому что нож заминает всю вашу красоту, поэтому чтобы показать вот эти альвеолы, показать вот эту пустоту, воздушность борта, его лучше разрезать аккуратненько очень ножничками. Прекрасные ножницы, нам поступили, кстати, на склад, ни на что не намекаю, но напишите нам, если интересует вас такой продукт интересный, подходящий для разреза. Okay, let's do it. Момент истины, всегда разрез борта, всегда момент истины. Вот, пишут в комментариях, что пытаются делать, не получается, примут на ура. Что конкретно у вас не получается? Может быть, мы зададим какой-то конкретный вопрос, Альфонсо. Что-то не получается в рецептуре или в маркетинге, уточните, пожалуйста. Вау, спектактало, it's wonderful, it's amazing. Yes, it's totally amazing. Thank you, thank you. So, in the dough, it's not really much salt, right? No, it's less salt than the other dough. So, in percent, how many salt in the dough? How many percent do you have the dough in the dough? All right, in this dough, it's 25 грамм. 25 грамм. Of salt. 25 грамм? 25 грамм for 1 kilo of flour. Ah, mm-hmm. Okay, да, 25 грамм. Ну, вот у нас получается примерно рецептур, мы знаем. У нас 1 килограмм муки, у нас 69-70% воды, и у нас на килограмм 25 грамм соли. So... So... That's a bit too. So... So... Any questions? In Russian, because we can't see. They're asking you to bring the pizza and to eat it. Because it is impossible to see without having a chance to eat it, to taste it, because it's really wonderful, it's amazing. We are waiting for you to come in Italy. Yes, we will give the address of the pizzeria where Alfonso works, so everyone in our followers can... And yes, yes, can join. So, one of our followers is trying to make pizza canota, but the crust is not growing up. What can be the reason? I don't know, I'm trying to follow it. I asked you a question, why your pockets are not up. And maybe Alfonso will comment on it. It depends on what the impasto does. That's what the process does. What process does the impasto does. There are so many facets to understand. It can depend on the dough, the dough, or the way that he's making the pizza. He's working the dough. So the technique of stretching? Yeah. Because Alfonso, as you saw, he used the technique that he stretched in the center, and then it's going like softly. Do you want to see it again? Maybe? Yes, maybe we can show it once again. And Alfonso предположил, что, может быть, с техникой растяжки что-то не так. Но мы сейчас еще покупаемся в рецептуре. Я уже сказала, что на килограмм муки у нас идет с вами 69-70% воды и 25 грамм соли. И сейчас нам нужно узнать про дрожжи. And what about the levito? The levito. Ah, levito. 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 The beer. Yeah, yeah, yeah. The beer, yeah. Yeah. The fresh one. The fresh one, yeah. And it's a little bit of, what kind of percentage of the beer in this dough? How much percent of the beer is in this dough? The levito? Yeah. It depends on the... In this dough, there are 10 grams of yeast. Of beer yeast. So it's a fresh one, yes? Yeah. Ну, то есть около 10 грамм живых дрожжей, живых дрожжей. Вспомнила, как на итальянском дрожжи, но забыла, как на английском. Yeah. We can go. So, and what is the weight of this ball? Questa... Questa palina di imparso, quanto peso? 290 грамм. 290 грамм вес этой заготовки. Yes. A little bit. Could you see it well? Yes. Clearly. So we're making a thick crust? Yes. Все кругом. Нет, нет. Довольно толстый, большой край. У него довольно большой, без заготовки. 290 грамм. В принципе, как и у Неаполя. Пицца Маргарита. Оставляем довольно большой бортик. И буквально пару движений для того, чтобы растянуть пиццу. Томатный соус. Моцарелла. Моцарелла. Пицца Маргарита. База. 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 Пицца Маргарита. Это основа. Пицца Маргарита. База. 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 Да. Глаз. Спрошу немного про пиццерию. Сейчас ребята приготовят и расспросим, сколько у них посадочных мест. Сколько пицц делают они в день при ажиотаже, например. это всегда очень интересно, когда итальянские пиццерии это итальянские пиццерии тысячами отдают в день пицц кажется, это немыслимо у вас есть вопросы? нет, я просто комментарий про процесс и я думаю мы будем задавать вопросы о вашей пиццерии я могу показать вам наш адрес да, да, пожалуйста и Гранамары окей Велунгамары вот, ребята, сохраняйте сохраняйте адрес прекрасная пиццерия с пицциканотом Альфонсо, вы уже его знаете и передавайте привет от пиццшколы из России большой привет yes, thank you thank you, Олеся yeah looks really nice yeah we're going finish yeah, it's really nice ну, вот видите ну вот, совершенно потрясающий пропеченный низ очень влажное видно такое мягкое тесто которое будет таять во рту складываться очень легко it's wonderful it's wonderful, guys it looks really nice looks really nice thank you, thank you thank you, Alfonso for sharing your your knowledge да, потрясающий выглядит потрясающий бортик заставляет смотреть билеты в Италию уже в реальном бремени it makes us to search for a ticket flight tickets to to Italia we would like to you to to try it but unfortunately unfortunately yes it's it's not easy yeah well, it looks really nice so, I will ask our followers if they have any questions ребята, если есть какие-то вопросы давайте зададим вопросы so, Alfonso you used 10 grams of fresh yeast for 1 kilo of the flour right? quanto lepido per 1 kilo? it depends sempre dalle 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 temperature mi regalo sempre in base dalle temperature fa troppo caldo fa troppo fritto it depends also from the temperature outside it's not standard non standard come ti trovi se fa troppo caldo the humidity or cold you are yes you're a real professional pizza baker I can tell you yes no Alfonso все делает по naichi то есть какая температура у них на улице какая влажность на улице потому что они возле моря находятся и от этого у него зависит количество дрожжей которые он добавляет на 1 kilo so another question that we have here how many pizzas do you make in one day in your pizzeria сколько пицца пицца пиццерия depends you want to know the maximum one yeah the maximum one 550 in a day 50 50 50 в день yeah it's pretty pretty great numbers for Russia it's really great numbers because in Russia a big pizzeria can make 1,000 pizzas but it is the biggest pizzeria and it is an exception but in general the average pizzeria makes 200 115 so around around this so 500 is really good good job yeah we are in Salerno we have a lot of pizzeria as you can imagine yeah 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 I can imagine that yes so ребята если есть еще какие-то вопросы задавайте мы зададим alifonso если нет то мы тогда будем держать попрощаемся до новых встреч so guys I think that's it thank you very much for your time thank you alifonso for sharing your knowledge for your professional for your pizza thank you we are going to come to russia to mosca yeah it's great it's great we will be glad to see you and let's meet in moscow and in italy so 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 let's see you see you in another live stream thank you very much thank you bye 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 так с ребятами попрощались с ребятами попрощались надеюсь эфир был полезен так у вас какие максимумы максимумы у нас пиццерия пока нет она в планах она в разработке и в проекте я думаю что совсем скоро мы сможем поделиться этой информацией более подробно итак спасибо вам большое за участие немного такой сумбурный получился прямой эфир но мы рады что вы были с нами я напоминаю что пройти обучение у нас можно очно приехав к нам в Москву на очные курсы два курса у нас сейчас основной мастер-пиццерия который длится три дня по стоимости 45 тысяч рублей ближайшая дата курса 28 июня второй курс классика длится на два дня 24 тысячи рублей 14-15 июня и 2 июля всех кто интересует сыроделия тех кому интересно производить сыр делать его даже дома приходите к нам на мастер-класс записывайтесь два-три места еще свободных есть пишите нам в профиль мы обязательно вас забронируем за вами место спасибо огромное пишите нам комментарии ставьте лайки подписывайтесь до встречи